Если тебе нужен CD-ключ для профессиональной десятой винды или офиса, то весенняя распродажа на GVG Mall тебе с этим может помочь. Тут можно купить профессиональную десятую винду за косарь, и она будет нормально работать безо всяких кряков и взломов. Я вам уже показывал в спецвыпуске железного подкаста, как это работает. Покупка совершается легко и прозрачно. А если еще и применить вот этот промокод для скидки, так вообще получается очень даже неплохая цена. Все ссылки лежат в описании. Всем привет! Спасибо, что включили канал ТГР. Сегодня ряд новостей касательно игры Побега Старкова за ближайшее время. Итак, 26 июня было некое техническое обновление. Это обновление принесло некоторым игрокам ряд проблем. Например, те, у кого игра находится по пути, в котором используется кириллица, получили ошибку, которая гласила провал загрузки библиотек. Соответственно, требовалось изменить путь к папке игры, чтобы там были только латинские символы. Далее начались проблемы с пингом. У многих игроков пинг резко мог подскочить до неведомых величин, что, само собой, приводило к вылету из рейда. И каким-то чудом, с моим говеным интернетом, такого поймать не случалось. Но зато мы играли с напарником из отряда. Так вот, у него, по его словам, если я сейчас ничего не путаю, мелькали довольно-таки большие цифры пинга. Не помню точно, сколько он называл. Что-то, по-моему, если я ничего не путаю, вроде бы 300 он говорил. И его дважды за пару часов выбрасывало из рейда. Ну, в принципе, давай, за 24 минуту продам. На, выкинул. Угу. Выбачил еще. Здесь где-то, вот тут вот. А не бачил, потому что меня выкинуло. Блин. Если на поиск, то у нас же уехал. О, все, ты завис опять. Блин, ты сердц. Ты завис, ты на месте у меня бежишь. Тебя сейчас выкинет. Или меня, наоборот. Не-не-не. Благо, в оба раза ему удавалось перезайти в игру, не будучи убитым. Сразу скажу, что его ближайшие серверы соответствуют моим ближайшим серверам, поэтому дело точно не в удаленности от сервера. У нас с ним, если посмотреть в лаунчере, пинг был примерно плюс-минус одинаковый. После этой хрени к вечеру разработчики решили откатить обновления назад. И потом, не знаю из-за этого или нет, но многим игрокам, может быть даже и всем, в сообщениях пришел миллион игровых рублей. Возможно, это такая компенсация за откат патча, точно сказать не могу, но вроде бы именно такая инфа проскакивала. Была уменьшена отдача около шматов калибра 5.56 и 7.62. Также был запрещен матрешкинг из рюкзаков, я не знаю как вам, а по мне это выглядит странновато. Ладно бы, если б нельзя было положить один рюкзак в другой, если в первом лежит что-то. А почему, например, пустой рюкзак нельзя положить, и почему он при этом не может занимать не столько же ячеек, как у полного, а, например, квадрат 2 на 2. Типа рюкзак просто скомкали и положили, он же пустой, что мешает его сделать компактнее и положить в другой рюкзак, непонятно. В обновление 29 июня было добавлено два новых квеста у прапора, которые доступны с 10 уровня после квеста нефтянка. Исправили ряд багов, как то пуля, которая наносила двойной урон при попадании в грудь, так что теперь можно понять, как вас могли быстро убить, допустим, из пистолета Макарова, что даже как-то мне на заводе удавалось, и честно, я был удивлен, когда противник слег от пары попаданий с ПМа, когда раньше из ППШ можно было поливать без последствий по 20-30 пуль. Исправили звук вне помещения после реконекта, когда ты находился внутри здания. То есть был звук, как будто бы ты на улице стоишь, хотя при этом ты в здании появляешься. Исправили баг, из-за которого килл мог иногда не стрелять в ответ, когда вы стреляете в него. Уменьшили бонус к снижению отдачи от базовых прикладов вала и ВСС. Увеличили точность стволов Глока, Грача, Зигзаура П-226 и винтовки Мосина. Увеличили пробиваемость патронов 4.6 на 30. Также были некоторые другие доработки и исправления. Еще 30 июня показали скриншоты. Если я правильно понял, то это и еще один из ракурсов расширенной таможни. Как можно видеть, здесь стоит станковый пулемет. Напомню, что там же на расширении таможни еще будет точка с гранатометом АГС. И тогда же 30 числа показали лицо какого-то гремлина. На мой взгляд, это либо будущий босс-санитар, либо будущий босс-сектант. На самом деле, с такой харей можно сойти и за того, и за другого запросто. На мой взгляд, не хватает на лице шрамов каких-то для полноты картины. Изменены некоторые позиции в торговле. Как-то снижена цена при продаже предметов торговцам, когда был бак с высокими ценами при продаже товаров. Это было преимущественно терапевту. То есть раньше была слишком высокая цена, теперь вернули в норму. Это был какой-то бак. Повысили общий шанс спауна добычи примерно на 30%. А комиссию барахолки снизили на 20%. Изменили ассортимент товаров, которые у вас покупают торговцы. Также изменен баланс цен на покупку этих товаров. Скорость прокачки умений персонажа повысили на 20%. Не указывается, каких именно умений, потому можно понимать, что речь идет именно обо всех умениях. Поэтому, если увидите прыгунов с полными рюкзаками, всяких там консервов и воды, вы знаете, кто это такие. 2 июля вышла новость о том, что было забанено более 400 торговцев и покупателей за реальные деньги. Поэтому, если вы когда-то покупали или продавали что-то на стороне, вам может прилететь. Это еще один повод не покупать чужие аккаунты, потому что они могли запросто попасть под прицел бана. 4 июля добавили для покупки альфа-контейнер на втором уровне у миротворца. Правда, не ясно, кому он вообще может быть нужен, ведь все получают как минимум альфа. На всяких дорогих пакетах там и того больше. Увеличено количество предметов в пластиковых оружейных ящиках. Требования прокачки навыка стрессоустойчивости для квестов лыжника под названием Кремень уменьшили до 6 уровня. Увеличили продажные цены для некоторых броников, видеокарт и других таких более-менее важных предметов. Патроны БС снова доступны для покупки, но теперь только за бартер. А теперь главная новость. Наконец-то вышел долгожданный четвертый эпизод мини-сериала Рейд. Сразу скажу, тут будут спойлеры, поэтому если еще сами не смотрели, сначала сходите и посмотрите. Ссылку на четвертый эпизод постараюсь не забыть оставить в описании. Если вдруг забыл, напомните в комментариях, я добавлю. Так вот, после того, как на заводе в душевой произошла перестрелка медведей с юсеками, и да, это все же оказались именно они, а не дикие, как мне показалось ранее, тем не менее, на улицы пришли уже как раз дикие, которые, ну, совершенно никак не похожи на диких из игры. И вот чем именно. Кто хоть раз играл в Тарков, те знают, что дикий с дробовиком, это точно снайпер, который дробью может тебе попасть в глаз, там, буквально сотни метров. Здесь же чуваки идут, держа оружие одной рукой и стреляют, как Рэмбо, просто куда смотрят. Совершенно даже не пытаются целиться. Естественно, целой толпой, уже по заветам Голливуда 80-х, не могут в лесу попасть в одного убегающего мужика с калашом. То есть толпой шмаляют, все пули мимо свистят, ни одна в него не попадает. Классика, как говорится. В 80-х это смотрелось бы норм, но в наше время, особенно после первых трех эпизодов, где даже на секунду нельзя было ребятам высунуться, не поймав пулю, смотрится это, конечно, очень смешно. И смешно не как, когда смотришь комедию, а когда смотришь какой-то лютый трэш. Хотя визуально, как обычно, вообще никаких претензий. Снято, качественная цветокоррекция, звук, просто шикарно все сделано. И уже в лесу, если я все правильно понял, наконец-то происходит та самая ситуация, когда противники в лице главного героя из Медведей объединяются с Юсеком, после нападения диких и уже вместе решают их отстреливать. Так что все, кто говорил мне, что сериал никак не связан с сюжетом игры, хотя я утверждал именно об этом, все вы обделались, потому что сериал идет сейчас в точности, как было показано в самом первом синематик-трейлере игры. Только некоторые события немного передвинуты или растянуты в повествовании. Но канва прежняя, а именно сначала медведи воюют с Юсеками, а потом они ради выживания вынуждены объединиться против нарастающей третьей силы со стороны диких и их боссов. И в конце концов они должны дойти до выхода в порту, который в этом эпизоде также показан, и он тут именно так и указан, как точка выхода ЧВК. Так что все, кто не верил мне, когда я упоминал, что по сюжету игры надо будет проходить все локации последовательно до самого порта, где и будет выход, опять же, вот вам официальное подтверждение, которое и так ранее было озвучено Буяновым. Чуваки подлечивают друг друга в каком-то убежище, и тут в каких-то флешбеках нашему главному герою показывают ту операцию по зачистке лаборатории, которая когда-то на телефоне мелькала. И главный герой Медведь, забыл как его позывной, Скиф что ли, или это не он, в общем, главный герой, в смятении насчет своего нового кореша Юсека, особенно после сна, в котором Юсек его прирезает. Пока, в общем, этот чувачок Юсек спит, наш герой его слегка обшаривает и находит некий контейнер Террагрупп Лэпс, который они в Таркове, видимо, и искали. Порту выйти нашему герою не удается, его принимают за врага и обстреливают. Остается пока не ясно, кто именно там сидит и кто в него стрелял, но лично я подозреваю, что порт к этому времени уже занят дикими. И это именно они, скорее всего, обстреляли нашего героя. В общем, посмотрим дальше в следующих эпизодах, что там будет. А впереди нас ждет встреча нашего ЧВКшника на радаре с неким торговцем. То есть, да, по сути, далее будет локация Берег по сюжету. Скорее всего, естественно, Юсеку не понравится в итоге, что у него сперли этот контейнер, и наверняка дружба на этом, в принципе, и закончилась, после того, как наш медведь украл этот контейнер у него. По итогу, не считая мазил диких, которые в игре такой фигни себе бы не позволили, в остальном серия отличная, интересно прописана, хорошо и качественно поставлено, спецэффекты, звук, картинка, все просто на высшем уровне. Особенно учитывая, что это YouTube-сериал, скажем так, по мотивам игры, а не какой-то там свой сериал. Те, кто смотрел, когда-то давненько был сериал Mortal Kombat в YouTube, тоже по мотивам игры, и такая там санина была, что просто песец, смотреть невозможно, глаза вот прям вытекали. Этот же сериал, рейд, я имею в виду, пояске фронтарков, снят отлично, то есть визуально глаза радуются, когда смотришь этот сериал. Такие были на сегодня новости, спасибо вот этим ребятам за подписку на мою Boosty страницу, им доступен наш закрытый чат, в котором мы обсуждаем не только игры, но и железо. Если тоже хочешь туда попасть, подпишись на Boosty TGR. Ссылка находится в описании к этому ролику. Там же в описании находится много полезных ссылок и на сборки ПК для Таркова на любой вкус и кошелек, и ноутбуки для Таркова, видеокарты, мониторы, система охлаждения. В общем, загляни, вдруг что-то пригодится. А сейчас, как обычно, лайк или дизлайк, подписка или отписка, звони в Старколок, чтобы не пропускать новые ролики на канале. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok